Ага, вы посмотрите на эту локацию, она какая-то тёмная, тут у нас везде вот такие непонятные монстры, и это довольно-таки классно, потому что я такую локацию вижу впервые. Всем привет, ребят, с вами Илюша, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Hungry Dragon. Перед нами вот такой здоровяк, его зовут Данте, и давайте мы для него откроем троечку вот таких новеньких питомцев за 25 кристальчиков. И давайте смотреть первое яйцо. В первом яйце у нас вот такой непонятный футболист, давайте тогда сейчас открывать второе яйцо. А во втором яйце у нас тоже был какой-то футболист, и почему-то мне опять открывается золотое яйцо, я вот это до сих пор, ребят, не понимаю, как это действует. Но давайте посмотрим, что у нас в золотом яйце, и в итоге... Воу, ничего себе, ребят, смотрите, он, кажется, бомбы сбрасывает, прикольненько, прикольненько, и давайте тогда сейчас обязательно навесим вот этого нового питомца. Так, вот этот мне вроде бы футболист, да, это точно, это мне футболист выпал. Так, а где же у нас вот этот дестройер? Вот он, ребят, точно, летающая бомба, охрененно. Так, и тогда давайте на хпшечки, либо еще на кого-то поставим. Ну, смотрите, в принципе, есть скорость, либо же ускорение. Ну, мы и того, и того можем, ребят, поставить, потому что у нас дракончик класса L, хотел вам, ребят, сказать об этом, но забыл. Да, мы перешли на новый класс, то есть у нас уже есть 4 питомца, и это вообще, ребят, очень мощно. И давайте тогда приступать пробовать этого дракончика. Ну, и вот вылетел наш дракончик под названием Дант, и видите, какой он, ребят, огромный, охренеть. Это реально, ребят, очень жестко, очень большой питомец, я к такому еще не привык. Вы посмотрите, даже он призраков может кушать, ребят, наконец-таки. Вот это мне нравится, потому что раньше я призраков кушать не мог, они просто тупо мне мешали, в итоге сбавляли мне хпшечки, а теперь я с них еще, ребят, могу и добавить их. Это, конечно, меня очень сильно радует, и это четенько. Так, ну что же, что тогда сейчас будем делать? А сейчас просто будем выживать, и попробуем еще вот на других каких-нибудь дракончиков нарваться. Вот, допустим, вот на этого призрака я, к сожалению, нарваться не могу, потому что мне нужен класс XL, то есть на самом деле очень большой. Но зато вот таких призрачков, которые у нас более-менее маленькие, я кушать могу. Это вот не может не радовать. Вот смотрите, 3 призрака, я их вот так взял и слопал. Это вообще четенько. Давайте тогда полетим в левую сторону, я думаю, у нас там что-нибудь есть интересненькое, и в итоге найдем, чем нам заняться. Вот, конечно же, призрачков я буду кушать, потому что мне реально радует то, что я все-таки могу это делать. Так, ну что ж, смотрите, у нас тут еще гоблин вот этот летающий пытается нас убить, получая за это гоблин. И тут еще есть какие-нибудь гоблины? Ну да, ребят, в принципе, есть. И смотрите, тут у нас затерялся гоблин огромный, давайте мы его сейчас тоже уничтожим. И, естественно, призраков, призраков и еще раз призраков. Кстати, ребят, я даже не помню, что я когда-то мог вот эту решетку просто взять и убрать. А я сейчас взял и сделал это, это, конечно, классненько, потому что у меня все-таки дракончик класса L, и мне теперь можно ломать более жесткие решетки. Вот, допустим, смотрите, эту взял, сломал и теперь пролетел вот сюда, в какую-то новую локацию. Ага, вы посмотрите на эту локацию, она какая-то темная, тут у нас везде вот такие непонятные монстры. И это довольно-таки классно, потому что я такую локацию вижу впервые. Поэтому, ребят, обязательно ставьте лайкусык за нее. Так, ну что ж, а куда нам вообще лететь? Давайте по карте вообще посмотрим, как она выглядит. Так, сейчас мы 10 кристальчиков отдадим. И в итоге что тут у нас вообще такое интересненькое творится-то? Смотрите, ребят, тут у нас просто тупо реально какие-то катакомбы, в которых ничего практически не увидеть. Ну, давайте попробуем как-нибудь отсюда выбраться, либо же спуститься еще глубже, то есть сюда куда-то под воду. Так, ну что ж, будем лететь, куда у нас глаза глядят, и смотреть на этот чудесный мир. Ну, тут довольно-таки все красивенько, все так светло, потому что у нас светят вот эти светлячки, и трава у нас светящаяся. На самом деле тут как бы темно, но вот эти всякие светлячки и другие животные, которые светятся, придают атмосферу классненькую. Так, ну, значит, смотрите, у нас тут есть какие-то цветочки, которые на самом деле очень жесткие, они только что вот меня укусили и отняли мне довольно-таки много хпшечек. А то, что я вот, допустим, вот эти кристальчики сбиваю, мне что-нибудь будет за это или нет? Вроде бы, ребят, ничего. Смотрите, я сразу два кристальчика откопал, вот это классненько. Так, еще тут монеточки, я вижу. Давайте мы тогда их тоже откроем, и, естественно, золотого светлячка мы слопаем. Так, а это что это такое? Смотрите, какие-то початки съел, да, похожие на какие-то фрукты красивые. Прикольно. А это что это у нас за паучок? Ну, не знаю, паучка мы тоже слопали. Ребят, кушаем вообще тут всех, кто тут у нас вообще существует. Так, окей, у нас еще огнолихорадка. Замечательно, замечательно. Тогда мы опять вот эти початочки сожгли. Еще вот этих чувачков, которые у нас тут летают. Ну, и, в принципе, все, что видим на своем пути. Итак, воу, ребят, смотрите, я даже заметил то, что тут у нас какие-то надписи есть на стены, которым уже, скорее всего, очень-очень много тысяч лет. Так, смотрите, вот, кстати, я и добрался, получается, до вот этой местности, то есть где у нас находится водичка. И дальше, допустим, если спуститься сюда, то тут у нас уже будет, получается, тупик. Но давайте мы тогда сейчас просто обойдем вот эту местность с помощью водички, то есть просто тупо возьмем вот так и нырнем, да? Так, отлично, мы, кстати, еще апнули уровень один, это хорошо. Значит, мы вышли вот сюда, и только сейчас, ребят, я заметил то, что у нас тут на заднем фоне изображены какие-то пришельцы, да? Во, во, видите? Тут реально пришельцы сзади нас стоят и наблюдают за тем, как мы вот летаем и мочим всех тут вокруг. Капец, ребят. Это реально жестко, это реально классно одновременно и поражающе. Так, ну давайте тогда сейчас держать опять наш курс налево. Блин, опять дурацкие цветы, ребят, меня мочат. Что ж такое-то, что ж они такие агрессивные? И вот вот эти рачков, будем их кушать, аналог наших пауков, которые у нас на земле находятся, а тут у нас под землей какая-то фигня. И в итоге выплыли мы сюда. Тут у нас тоже какие-то, смотрите, летающие скаты. Вперу я такое вижу тут. И дракончик, о, смотрите. Давненько я тут тебя, чувачок, не видел. Последний раз я тебя видел там, наверху, а сейчас я где-то вообще хрен знает где нахожусь. Так, ну что ж, я вообще отсюда смогу выбраться-то. Вот, смотрите, получается, я вылетел вот сюда, с лопа вот этого огромного паучка, еще вот таких каких-то непонятных животных. И во, смотрите, другой дракон. Это тот здоровый дракон, который меня всегда кушал. Давайте тогда сейчас мы ему отомстим. И в итоге все, мы его раскусили в два счета. И, в принципе, ему отомстили. Это, конечно, классненько. Так, ну, значит, вылетаем сюда. Я думаю, нам надо куда-то вот наверх идти, потому что все-таки там у нас был где-то выход. Ну, сейчас, короче, мы тогда с лопом еще вот эти побеги. Мне кажется, эту штучку нам кушать не надо, потому что она какой-то красный цвет издает, что не очень хорошо выглядит. Так, и что ж, карты-карты покажи. Ага, ребят, да, я, в принципе, уже близок к освобождению, поэтому мы летим правильно. И, кстати, во, тут только что паучок вот такой был красненький. Да, вот смотрите, вот этот паучок довольно-таки прикольный, потому что он выглядит необычно. Так, ну и поднимаемся, ребят. Поднимаемся еще наверх и наверх, пока не вылетим из этой чудесной локации. Блин, я вот реально доволен тем, что открыл эту локацию и увидел ее прям полностью. И смотрите, в итоге, где мы? А, я вообще, ребят, не понимаю, где мы? Стоп, что это за локации, ребят? Вы посмотрите, тут у нас опять вот такой жесткий дракончик. Опять же у нас летающие скаты. Ну и уже довольно-таки привычные для нас пчушки. Это, конечно, хорошо. Все-таки соскучился я по ним. И что ж, дай тогда сейчас вот сюда вылетим чуть-чуть пониже и посмотрим, что у нас здесь. Так, а здесь у нас тоже, в принципе, такие же животные, но немножечко есть наших пауков обычных, которые у нас обыкновенные. Так, и что ж, куда же мы тогда летим, ребят? Я даже не знаю, как мне вылететь-то отсюда уже нормально, чтобы я попал в обычную локацию. Может быть, все-таки куда-то сюда? Давайте тогда сейчас я по вот этих призраков слопаю и немножечко мышей. Ну, и куда мы вылетаем? Давайте сейчас наверх, наверное, вылетим, чтобы все-таки распознать, где мы находимся. Ну да, все. Мы все-таки вылетели в свою локацию и ждем загрузочку. Да, ребят, мы наконец-таки вылетели в свою родную локацию и как все-таки приятно находиться там, где тебе место. Это, конечно, классненько. Так, ну что ж, давай тогда сейчас мы убьем вот этого чувачка. Так, тихо, ты что, охренел, что ли? Блин, ребят, смотрите, первая наша смерть за эти 6 минут, даже уже 7, можно сказать. И это, конечно, классненько, потому что дракон, на самом деле, очень мощный, очень живучий, потому что, видите, сколько у него количества хпшек. Ну и, в принципе, вы видели, да, только что я сейчас наткнулся на огромную мину, а в итоге она мне ничего такого плохого и не сделала, да? Ну, хотя хпшеки у меня все-таки уменьшаются. Надо бы как-то, ребят, взять и замочить вот этого чувачка. Блин, ребят, нихрена не успел. Ну ладно, ничего страшного. Опять мы респаунимся и опять мочим того чувачка до конца. Так, ну значит, опять у нас вот этот, ребят, гоблин дурацкий огромный. Получай раз, получай два. Все, он готов. И мы, кстати, апнули новый уровень. Это хорошенечко, мне нравится. Мне кажется, я пока что за этого дракончика апнул максимум уровня два, потому что он, ну, довольно-таки большой, да, и чтобы все-таки его апнуть, надо тоже много и опыта, и сил, и времени, естественно. Так, ну она золотая лихорадочка. Она у нас уже получается, какая пятая была, да? Точнее, шестая. И давайте тогда сейчас накопим все золотые лихорадочки и попробуем активировать миг золотую лихорадку, чтобы у нас вообще было все по красоте. И мы тут всех замочили. Ну, а пока что лопаем вот этих людишечек. Тут еще вот у нас такие людишечки есть, которые стреляют в нас, да, с этого моста дурацкого. Так, и я бы хотел спуститься вниз, потому что тут, смотрите, у нас перчик вот такой золотой. Прямо как знал, что он тут есть. И еще какие-нибудь золотые питомцы есть, потому что мне надо бы все-таки золотую лихорадочку активировать. Но если не активировать, ребята, то ничего страшного тоже в этом не будет. В следующий раз когда-нибудь мы доберемся до нее. Так, ну а пока что, смотрите, я нашел тут еще вот такую монеточку, еще вот такой огненный паучок. И, в принципе, все, ребята, я начинаю умирать. Это, конечно, очень плохо. В смысле, как меня только что убил вот этот дракончик? Эй, дракон, как тебе удалось это сделать? Давайте сейчас мы его до конца слопаем. И, в принципе, думаю, на этом уже можно заканчивать. Если вам понравилась эта серия, вы хотите следующего мощного дракона, то пишите обязательно об этом в комментарии. Ну а с вами был Илюша, игрушка под названием Hungry Dragon. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей. Все вам пока!